Друзья мои хорошие, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дмитрий, это канал Добро Едет. Сегодня тема опять же касается трекинга, отображения и отслеживания головы через веб-камеру. Но, как говорится, это будет, наверное, крайний видосик, хотя может быть и нет. Если что-то найду интересное, еще будет. Ребята, сегодня такая, можно сказать, замыкающая тема по всему этому трекингу. Я сильно заморочился, да. У меня был обзор на четвертый Тоби Трекер, на пятый Тоби Трекер, который платный, да, естественно, недорогие и все в этом духе. Но у меня были обзоры буквально недавно на FaceTrack Noir, как его подключить и использовать с помощью веб-камеры отслеживания головы в играх в различных, в том числе ETS Америка. Вчера был видосик посмотреть. Я все эти вещи добавлю, естественно, в описании в виде подсказки, если кто хочет, посмотрит. Под программой под названием VF Trackers, тоже такая программа в стиме, которая стоит 30-60 рублей, которая также позволяла и позволяет отслеживать движение головы через веб-камеру в различных играх, опять же, в том числе ETS Америка. Сегодня, ребята, будет видос про то же трекинг, про то же отслеживание головы, но уже полностью бесплатный. Полностью бесплатный. И прям тут сразу все такие опаньки, но надо видосик досмотреть до конца, по-любому. Ребят, нахожусь я на GitHub, это такой ресурс, скажем так, сюда выкладывают различные разработки и все в этом духе. И хочу отметить, что отсюда мы будем качать весь этот, эти программы, именно программы. Сейчас буду рассказывать потихонечку, все, естественно, вместе с вами мы разберем. Поехали. Первая ссылка GitHub под названием, программа называется OpenTrack. Это бесплатная программа OpenTrack. Ну, ее, наверное, знают ребята, кто пользовался, кто заморачивался по этим вопросам, наверное, знают эту программу. Кто не знает, как бы это тоже программа из серии FaceTrack, но RFTrackers, прога для отслеживания головы через веб-камеру. Давайте мы ее скачаем. Скачивается вот здесь вот релизная версия OpenTrack 2.3.13. Мы нажимаем на нее и вот так она будет выглядеть. То есть там не человечек будет, а в виде такой, как бы, такого осьминожка, да. Прям сразу вспоминается мультик детский, помните, про осьминожек, где-то мама, у нее было дохренища осьминожков различных цветов. Хороший мультик, кстати. Вот, смотрите, OpenTrack 2.3.13. Спускаемся в самый низ, ну и, соответственно, будем с вами ее качать. Качать вы можете различные версии. Вы можете, как сделать, сетап установочный скачать, либо в виде папки, скажем так, версия немножечко сжатая, которая будет в виде архива. Ее нужен этот архив, просто нужно будет перекинуть. Но давайте все-таки я скачаю архив. Нажимаю сюда и сюда в трее у меня появляется программа. Весит она 73,5 мегабайт. Отлично, мы ее скачали. Теперь переходим на релиз на программу под названием AITrack. Она тоже нужна, потому что изначально... Вот так вот, неудобно. Изначально OpenTrack не работает с камерой так таковой. То есть для нее нужна камера. И вот эта программа, она как бы дополняет. То есть они работают в тандеме, чтобы ваша вебка определялась. Здесь, естественно, все покажу. Качаемую тоже. Это 0.6.4 альфа-версия. Это крайняя версия. Ну, соответственно, нажимаем тоже. И она скачивается. Размер 61,4 мегабайта. Скачали. Смотрите, я открываю вот так вот OpenTrack через WinRar. И вот он install. Здесь, соответственно, все файлы и папки, включая сам экзешник, запускает программы под названием OpenTrack. Я беру вот этот install и перекидываю. У меня создана новая папочка вот здесь вот. Я засуну ее сюда. Идет, как говорится, распаковочка. И распаковывается данная программа. Я уже до такой степени это показываю. Ну, мало ли кто-то не умеет этим заниматься. Делать это вдруг ним подскажешь, короче. Вот, отлично. Закрываем. И следующая программа. AITrack. Вот он. Тоже открываем ее здесь в папочке и файл, включая экзешник запуска. Также я беру ее вот так вот мышкой, переношу в свободную какую-то папочку. Да, на компьютере. Все, отлично. Смотрите, теперь, ребята, рассказываю. Первым делом я просто запущу OpenTrack на экзешнике запустить. Мы увидим, что вот эту программу, которая идентична FaceTrack Noir, VFTrackers. У них один и тот же практически интерфейс. Одни и те же плагины и все остальное. Как бы оно имеет место быть. Как бы оно, как бы все это, в принципе, идентично. По настройкам. Смотрите, по источнику нам нужно выбрать именно не... Как мы раньше выбирали вариант FreeTrack, по-моему, или как так он назывался. Здесь нужно выбрать UDP OverNetwork. То есть соединение через, скажем так, локальную сеть, можно так сказать. Да, через порт. Выходной интерфейс у нас, естественно, будет FreeTrack 2.0. Фильтрация Акела, вот это, или Ассела, как угодно. Профиль. Также вы здесь можете, опять же, создать свой собственный профиль. Но я буду на дефолте. По настройкам все то же самое. Открываю настройки. Здесь мы видим горячие клавиши. Допустим, центрирование. Да, вот я опять назначу на какую-то кнопку. Для того, чтобы центрировать в игре, когда мы запустим программу и игру. Да, чтобы у нас камера не была где-то сбоку. Я нажал, и она мелко как бы по центру встала, чтобы было удобно. Других никаких настройок я делать не буду. Она на русском языке полностью. Что касается по инверсии, вот по выходной вот этой всей темы. Да, здесь, естественно, отслеживание YAF, отслеживание лево-право головы. Pitch, отслеживание вверх-вниз. Roll, это лево-право. X, Y, Z, это оси, которые, по-моему, если не ошибаюсь, позволяют приближать, отдалять. И вот все это в этом духе, короче. Дальше. Относительно издвиг, опять же, ничего не делаю. Захват игры. Здесь вы можете сделать захват, ну, добавить игру в захват. Да, как бы я показывал на предыдущем ролике. Вот. Ну, и без этого, кстати, тоже работает. Ну, как бы, можно так, можно не так. Все, в принципе, разобрались по настройкам. Окей. Здесь, дальше. Значит, в источнике, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, сначала давайте с выходным. В выходном вот это фритреки. Опять же, здесь и на было будет стоять, больше ничего. И фильтрация осела. Здесь, опять же, как раз вот настройки, отвечающие за повороты, за, скажем так, ведь написано, рысканье тангаж крен, как бы, да, перевод такой. Ну, собственно, мертвая зона. Я могу чуть повернуть, и у нас камера будет прямо. Чем больше мертвая зона, тем мы можем голову поворачивать чуть ли не до конца, а камера будет стоять прямо. Чем меньше, естественно, если мертва зона ноль стоит, да, по вот этой всей настройке в ноль, я, допустим, ее уберу, то, соответственно, малейшее движение головы камера будет, естественно, ее позиционировать. Смещение то же самое. Я сейчас убрал вот это все смещение от сглаживания. Сглаживание это, скажем так, плавность, что ли, поворотов. То есть, если я сейчас поставлю на ноль, то поворот головы будет очень резкий, будете вот так поворачивать, то есть, ну, это некомфортно, пипец. Чем больше вы ставите сглаживание, тем, соответственно, камера будет плавнее, такая, знаете, задумчивая. Ну, надеюсь, понятно. В принципе, все. Но теперь, смотрите, главный источник у нас у DP Network. Нажимаем на вот сюда, на настройку, на этот молоточек. Здесь мы что видим? Настройки нас не интересуют, нас интересует порт. Давайте запомним этот порт, который называется 4242. Нажимаю ОК, все. Программа у нас пускай здесь висит. Теперь открываем АИ-трак. Но прежде чем я его открою, мне придется, опять же, отключить свою веб-камеру. Вы будете меня слышать, но не будете видеть, потому что, опять же, повторюсь, камера работает либо захват игры и трекинг, либо захват меня, как вот я сейчас сижу перед вами, просто как запись прямой трансляции. Открываю свой, опять же, ОБС и отключаю, деактивирую свою камеру, как оно есть, чтобы она мне не мешала. Вы меня слышите, но не видите, ребят, как бы я камеру отключил. Запускаю я АИ-трак, вот эту программу. Нажимаю на нее два раза, запуск. Эта программа достаточно долго грузится и думает. Камера там цепляется сама по себе каким-то образом, то есть автоматически ваша вебка поцепится. Хочу, опять же, напомнить о том, что для использования любого из моих видосов, любых программ из моих видосов по трекингу, нужно, естественно, достаточно хорошее освещение в квартире и в комнате, где вы будете это использовать. И, как бы, чем лучше ваша веб-камера, тем, естественно, лучше она будет это все дело обрабатывать и, как бы, будет комфорт. Если у вас камера плохая, то, к сожалению, да, тут беда, ребята. Вот. Но все-таки это сейчас полностью бесплатная программа. Именно программы. Потому что остальные стоят, естественно, как бы, там, ну, 350 рублей каждая из, да, FaceTrack Noir, либо VFTrackers. Итак, открылась эта программа, видите, No Active Video Feed. Сейчас у нас, как бы, нет активного захвата экрана, захвата, точнее, веб-камеры. Сразу зайду я в конфигурацию и смотрите здесь что. Во-первых, камера. Вот она, он, как бы, просто тут можно определить по камерам, если у вас две и более камер, да, там, выбрать. Вот, допустим, камера 0 у меня сейчас. Разрешение, пускай будет 640 на 480, да, я могу увеличить, естественно, у меня камера поддерживает 1920 на 1080, то есть это Full HD, я могу, как бы, увеличить. FPS 30, вот мы так вот оставляем. По настройкам вот этого гейна и вот этой вот, они закрыты, как бы, я могу их открыть, да, ну, как бы, по умолчанию, можно их не трогать. Дальше, модель Type, я выставлю Heavy, то есть более четкое, я так полагаю, это какое-то там отображение, дистанция по трекерским параметрам, как бы, да, то есть это надо играться с настройками. И вот здесь вот Use Remote OpenTrack Client, то есть нам нужно подцепиться к программе OpenTrack. Нажимаю я вот эту галочку, включая IP и порт. Порт у нас был, как вы помните, 4242, а IP адрес по умолчанию для всех локальных каких-то вещей, это 127.0.0.1, это стандартный порт на вашем компьютере на любом, вот. Это, опять же, ну, из серии информатики и всей такой херни. То есть стандартный локальный порт 127.0.0.1. Нажимаем API и закрываем. Что получается, что наши настройки сохранены и все у нас здесь есть. Теперь смотрите, я запускаю Start Tracking. Сейчас будет отдупляться программа и она отдуплилась, да, то есть, видите, у меня освещение очень яркое сейчас. И видите, как программа меня отдупляет. То есть вот такими вот точечками, то есть, ну, как бы, она может быть терять чуть-чуть, да, отображение, но вот как бы сейчас она меня определяет. Если я сейчас, опять же, возьму OpenTrack, да, а она у нас, получается, подцепилась, я нажимаю Запустить, Разрешить. И смотрите, голова начинается у нас все это дело как бы позиционировать. Да, то есть сейчас настройки, в принципе, по кривым. У меня уже какие-то настройки здесь есть, да. Ну, опять же, сами понимаете, лево-право, да, то есть если мы будем увеличивать вот эти вот все вещи, да, там повыше, то, соответственно, повороты головы будут работать, видите, да, то есть шустрее, ну, соответственно, если я чуть-чуть сделаю пониже каким-то образом, то поплавнее. Пич, это понятно, да, что пич настройки вверх-вниз, у меня они вниз самые ролл, движения, значит, наклоны, я их убрал вообще. Ну, собственно, такие дела. Сосед у меня перфоратов завел, ребята, тут, пожалуйста, извините, если вдруг. Ну, вот такие вот примерно настройки я сейчас, допустим, поставил. Как бы все это, естественно, индивидуально под каждую веб-камеру, под каждое лицо, под каждое освещение и местоположение, ребята, поэтому можно основываться на моих каких-то настройках, но все-таки все настройки вы делаете под себя. Теперь я запускаю, ну, допустим, допускай, это будет Евротрак Симулятор 2, да, или Америка, сейчас посмотрю, что я запущу, без разницы. И мы с вами проверим, в принципе, работоспособность данной программы. Друзья, мои хорошие, вот мы с вами зашли в Американ Трак Симулятор, просто она быстро загружается относительно ETS, да, там у меня сборки, и все остальное. Здесь, как бы, просто чистый профиль, ну, там, мой профиль, да, скажем так, и вот все мои там какие-то настройки. По поводу, опять же, повторюсь, да, я использую Тобертрекер 5, который мы сейчас, в данный момент, отключен полностью из сети, от USB, да, он у меня не найден вообще, то есть я никаким образом не управляю этой приблудой, дабы показать вам работоспособность бесплатной программы OpenTrack в тандеме с iTrack, вот это, да, как бы, вот эти две программы. Одно без другого не работает, это если вы используете веб-камеру, вот как-то так. Да, хочу отметить, что были комментарии по поводу, Дим, там можно как-то и через смартфон, и так, и сяк, и наперекосяк. Ребят, это основные видео, все, что касается тем, связанных со смартфонами, не смартфонами. Ребят, у каждого есть интернет, вы платите за это деньги, вы умеете писаться в ВКонтакте, в ТикТоке и везде, где только можно, как бы, ручками, я думаю, что для себя информацию касаемо, как подключить смартфон, вы найдете, ребят. Итак, какой-то автомобиль у меня, соответственно, камера сейчас не работает, я открываю вот эту программу Start Tracking, нажимаю Start Tracking, сейчас программа одуплилась, как вы видите, да, ну, она у меня будет скрыта вот здесь вот, и включаю программу отслеживания головы, сейчас я стоп нажму и запущу ее по новой. Все, отслежка у меня пошла головы, этот самый розовый, значит, живность эта розовая начала какое-то движение. И смотрите, что получается. Видите, какие настройки? Из-за того, что это все дело бесплатное, бесплатное, ну, соответственно, как бы, снаружи вы будете так управлять, обычной мышкой в салоне, и как бы, у меня сейчас идет поворот за счет веб-камеры моей. Что касается четкости отслеживания, опять же, из всех этих программ, которые я сейчас протестировал, да, в принципе, и на своих роликах, включая там, FaceTrack Noir, VF Trackers и вот эту бесплатную OpenTrack в тандеме SightTrack, хочу отметить, что из всех этих программ, из всех этих программ, самое, пожалуй, с простой, наверное, понятной какой-то, хотя везде настроечки одинаковые, но все-таки мне более как-то приятнее использовать программу под названием FaceTrack Noir. Я не знаю почему, но эта программа как-то для меня показала более плавную картинку, более плавные движения, и вот как-то так. Вот OpenTrack, к сожалению, вот, он как бы нет, опять же, все это настраивается, в принципе, я сейчас головой поворачиваю влево-право, оно поворачивает, но опять же, надо играться с настройками, ребят, как бы, без этого никак. Ну, вот как бы так вот. Руль у меня, видите, у меня, мой Logitech отключен, поэтому, видите, как у меня фура едет, короче, жестко. Вот. Ну, что касается поворотов, ребят, он работает прекрасно, в принципе, да, все зависит от настроек, естественно, положения и всего остального. Ну, допустим, смотрите, вот сейчас у меня отключена функция, отключена у меня функция положения вверх-вниз, да, то есть мне нужно зайти сейчас в настройки, в интерфейс вот здесь, видите, у меня отключены они, и, допустим, движение, значит, питча, 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 питча. Вот здесь в кривых мне нужен питч поставить, ну, как-то вот так, наверное, что ли, чтобы... чтобы... чтобы голова, я так понял... Вот, 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 вот. Вроде бы, да, вроде бы, вроде бы, да, ну-ка. Да, голова теперь вверх-вниз показывает, то есть я могу вверх посмотреть куда-то по этой настройке, по этой настройке. Ну, вот, отображение, опять же, боковых вот этих всех вещей, да, ну, это все-таки надо, наверное, опять же, в настройке поворота, а это у нас яв, отвечающий за поворот лево-право, здесь нам нужно тоже в кривых, ну, как-то аккуратненько, что ли, вот, убрать вот это дело, да, и вот этот вот, и вот как-то вот, блин, как-нибудь, я даже не знаю, ну, как-то, наверное... Вот так, что ли, попробовать, я не знаю, вот как он будет поворачивать сейчас, давайте посмотрим, ну-ка. Ну, вот, более-менее что-то, да, началось получше, вроде бы, поплавнее, но все равно какие-то рывки, то есть здесь все, ребята, заключается, естественно, в настройках этой программы, да, то есть вот по вот этой всей отслежке головы. Ну, голова вертится вверх-вниз, все, как бы, все, все норму-сичка. Ну, это вот такая бесплатка. Ребят, пишите, что вы думаете по этому поводу, видосы я все добавлю, каждый найдет для себя что-то, наверное, интересное все-таки в настройках и отслеживании у каждой программы. С вами был Дима, канал Добро едет. Вот так сделаю. С вами был Дима, канал Добро едет. Увидимся в новых видосах, друзья, и стримах. Удачи!